К Йеннифер своей давней любви, Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой. Продолжение следует... 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 Травница говорит, что человек в лихорадке много пить должен. И не пиво, или брашки, а воды как раз. Непременно чистой. Откуда же её взять, ежели нет колодца? Духа сначала прогнать нужно. А он и подойти никому не позволит. Опиши мне этого духа. Ну, страшенный он жуть. Как он выглядел-то? Похож вроде на девку, но такую, что только из гробу встала. Платье на ней грязное, всё изодрано. Кожа прямо кусками сходит. А воет, будто страдает очень. Значит, какой-то призрак. Или Альп. Да как ни назовите, мастер-ведьмак. Если вы им не займётесь, схороню я доченьку мою. Хорошо, помогу тебе. Так где этот колодец? В хучах. Это хутор такой был, к югу отсюда. На пригорке. Никто туда не заходит. Потому как дух, понимаете, прогоните его. Очень прошу. Эй, ау! Най! Вот и несчастный колодец Странно От духа ни следа Может он появляется в определенное время? Трава вокруг колодца выжжена Тело высушено, следы ожогов Судя по всему, это полудница Что-то привязывает полудницу к полуднице К этому месту, какой-то предмет Без которого она не может уйти в иной мир КОНЕЦ 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 Ну и ветер. У мужчину всадили нож. Он умер на месте, а потом тело обглодали звери. Здесь какие-то кровавые пятна, но это не его кровь. Дневник. Может пригодится. Браслет. Может он связывает душу девушки с этим местом? Пятна крови. Едва различимы. Кого-то здесь тащили еще живым. Следы окрывавленных ладоней. Руки маленькие. Женские, наверное. Она была ранена, дралась за жизнь. Тело не видно, но может я найду какие-нибудь следы? Иногда кровь видна даже через десятилетия. Еще один свет у колодца. Следы крови почти исчезли. Но ниткой крови по-прежнему видна что-то не так. Труп повешен на веревке от ведра. Похоже, это хозяйка дневника. Широкий таз, маленькие челюсти женщины. Судя по зубам лет тридцати. Без левой руки. Надо сжечь останки, а перед этим понять, что связывает ее с этим местом. Может, у меня на руке был мужнен браслет, и кость потому и отвалилась? Придется прыгать. Надеюсь, не переломаю ноги. Продолжение следует... Улов удачный. Браслет с гравировкой. Ларри от Волькера. Похоже, этот браслет принадлежал женщине, которую я нашел в колодце. Отличная работа, но придется его сжечь вместе с телом где-нибудь поближе к колодцу, иначе полуденецу не изгнать. Продолжение следует... Надо подготовиться. Сделать масло от призраков, выпить эликсиров. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 Да, я знаю. Нарала на командира гарнизона и помчалась дальше. Куда? Я не всеведущий. Спрашивай в гарнизоне. Спасибо. Мы, люди с большака, должны держаться вместе. Может, когда-нибудь я окажусь в беде, а ты будешь поблизости. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Придержи. Девушки отдыхают. 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 за оружие так что насчет грифона я могу сидеть сложа руки или нанять мастера по рукам но прежде чем я начну пару вопросов ты знаешь где у грифона логово сперва он держался возле лисьего бора я послал туда патруль пятерых молодых ребят два дня спустя их нашел охотник я бы их не узнал если бне бляхи с тех пор грифон нападает где попало деревне полях на тракте значит он бросил логово придется ставить ловушку судя по твоему тону это будет непросто чего тебе нужно для приманки мне нужна одна травка крушина грифон почует ее запах за 10 миль кру крушина впервые слышал но я еще не слишком хорошо говорю на всеобщем да наверное сперва ты выучил основные выражения руки вверх вздернуть нет сперва были поговорки например не играй с огнем загляни к тамире это травница живет на распутье она тебе поможет мне нужно больше сведений об этой твари какого она пола почему бросила логово может тебе очевидцев привести они скажут не больше того что я уже знаю надо осмотреть место где погибли твои люди как звали охотника который их нашел мыслов у него хата к югу от деревни у самого леса полезный человек хотя и странный тамира и мыслов спасибо азон яхтон азон яхтон азон яхтон 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 из 7 5 4 мыслов но если ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да? Расскажи что-нибудь о себе. Может, вспомнишь какую-нибудь историю? Только грустную. Знаешь святилище Милителе в Эландере? Знаю ли? Да я сосчитать не могу, сколько раз там был. Сколько раз мать Ненеки накладывала мне швы? Мы, должно быть, разминулись. Я училась у нее целительству. Но когда меня приняли в обитель, мне было восемнадцать. А в этом возрасте у девушек на уме не наука, а любовь. И был такой парень, Гослов. Когда он за работой снимал рубашку, у юных послушниц все валилось из рук. Я бросила ради него обитель. Мы провели чудесное лето. А потом он бросил меня. Мать Ненеки не захотела принять меня обратно. А родители дали мне только дорожный плащ и тощий кошель. Без единого слова. Долго я не могла найти себе место, пока не попала сюда. Вот и вся история. У тебя есть какие-нибудь травы на продажу? Кое-что. Это Грифон ее подрал? Лину? Да. Напал, когда нашла ночью через лес. Ночью через лес? В военное время? На свидание бежала. Молодые известны из-за любви на любую глупость готовы. Раны затягиваются, но она все равно умрет. Кровь у нее под черепом собирается. С этим мои эликсиры ничего не сделают. Я мог бы попробовать ей помочь. Ласточка лечит внутренние кровотечения. Но? Ведьмачьи эликсиры не годятся для людей. Она все равно умрет. Да. Тихой смертью под действием твоих сонных трав. А если я дам ей ласточку, и что-то пойдет не так, вся деревня будет слышать ее вой. Понимаю. Делай, как знаешь. Послушай, ты не знаешь, жила здесь поблизости какая-нибудь Клара? Знаю, знаю. И это еще мягко сказано. Клара была моей подругой, единственным близким мне человеком во всем Белом Саду. А потом ее муж Волькер не поделил что-то с помещиком. Потом собрал всю семью и отправился в лес строить новый хутор. Помещик приехал туда со всей свитой, чтобы убедить их вернуться. Хотели по-хорошему, но... И сам видел. Кажется, Клара сказала что-то про сына помещика Флориана. Да такое, что он прямо взбесился. А вот правда ли это? Многовато тут несчастья на такую маленькую деревню. В каждой деревне все одинаково, хоть бы и в самой маленькой. Стоит только поспрашивать. Но чтобы не заканчивать разговор на грустном, вот, возьми себе на радость. Продолжение следует...